нам нужно сейчас расставить елки получается расставить камни и облака дальше будем уже заниматься травой и грибами и остальными объектами хорошо давайте начнем допустим с камней где у нас камни так вот у нас камни выбираем их их получается нужно расставить вокруг нашего объект ну давайте начнем давайте выберем с этого камня нажимаем g допустим двигаем его назад примеру сюда сейчас просто расставим два раза r покрутим он достаточно должен быть большим поэтому его увеличиваем чуть подвинем вот сюда можно покрутить опять же как-то его поставить ну допустим пускай будет так теперь мы его дублируем shift-d двигаем примеру ну допустим вот сюда а получается каким образом это все будем делать вот у нас есть камень мы его продублировали понятно что у нас получается копия во первых его нужно покрутить два раза r нажимаешь и можно крутить на 360 градусов во вторых лучше этот камень не ставить рядом а где-то с другой стороны поставить чтоб сложнее было вычислить что это дубликат крутим уменьшаем ну и допустим ставим вот сюда берем следующий камень давайте вот сюда поставим а тут также он должен быть таким достаточно большим и немножко выглядывать с маяка примеру вот так тут все на свой как говорится вкус и цвет оставляйте тут не принципиально стоять а продублируем сюда два раза r покрутим каким-то образом уменьшим конечно же и ставим вот сюда rz можно его также повернуть так берем этот камень допустим вот сюда поставим его покрутим немножко ну пускай будет вот так давайте возьмем этот камень его сделаем поменьше каким-то небольшим и поставим вот сюда у нас должны быть крупные камни это вот эти средние камни и более мелкие камни чтобы это выглядело намного интересней так хорошо перемещаем этот камень сюда давайте возможно побольше сделаем как-нибудь также покрутим его то что он заходит немножко на этот блинчик не обращайте внимание можно конечно чуть поправить но там будет трава расти в принципе я думаю это будет выглядеть нормально так возьмем этот камень уменьшим его поставим вот сюда давайте поближе вот так вот как там но и давайте этот камень поставим вот сюда и также его уменьшим да выглядит хорошо давайте этот камень продублируем и поставим наверное сюда покрутим его ну и сделаем немножко побольше вот так вот хорошо выглядит этот камень мы поставим вот сюда также покрутим его и чтоб он сбоку стоял возможно чуть повыше его подымем и уже выглядит прикольно кстати наоборот его пониже поставим так что сюда можно еще добавить я бы наверное попробовал бы вот этот камень вот сюда поставить и сделать его намного больше так вот но опять же не факт что она будет выглядеть хорошо типа как бы скала немножко но не знаю тут просто кусочек такой хотя там может быть елка станет но я думаю давайте вот так вот оставим я думаю давайте попробуем оставить это все таким вот образом а потом уже если нужно будет доделаем мне вроде вот так вот нравится единственно что это камень я хочу наверное чуть уменьшить потому что он как-то выглядывает немножко некрасиво вот так вот наверное да давайте я остановлюсь на таком варианте потом в будущем когда уже будет все настроено если мне не понравится я немножко переделаю это мы сделали хорошо камни у нас есть теперь наши елки давайте выберу елку выбираю этот объект чтобы эту елку дублировать и перемещать нам получается нужно заходить в саму как бы елку и выбирать все объекты а если вы будете просто выбирать цилиндр вы просто будете дублировать нижний цилиндр так я наверно тоже открою сразу второй экран чтоб мне не мучиться и буду смотреть на этот экран а тут просто буду это все перемещать ну получается что у нас одна елка должна быть сзади вот тут к примеру да и она должна быть достаточно большой давайте ее увеличим вот где-то аж такой обязательно да ну что-то около того опять же потом если что поменяем допустим потом одна елка вот тут должна быть но она поменьше где-то вот сюда можно ее поставить чуть-чуть можем увеличить конечно не прям чтобы мелкая была так потом допустим одну сюда побольше можем ее сделать так обязательно давайте повернем это все одну вот сюда поставим тут поменьше можно ее сделать по заеду поворачиваем чтобы они не все были одинаковые так ну и возможно возможно куда-нибудь вот сюда прям такую маленькую маленькую вот так вот ее практически не будет видно но кусочек будет у нее торчать так ну в принципе да в принципе окей видите немножко елки отличаются но это не принципиально хотя мы можем смотрите что мы можем сделать мы можем выбрать эту елку целиком и нажать допустим с z и по заду ее вытянуть чтобы ее не увеличивать именно по скейлу а немножко вытянуть по заду она вот так вот я сделаю и немножко поменьше ее сделаю да вот так вот получше смотрится давайте сделаем так со всеми елками с z вытянем чуть и немножко по скейлу поменьше остальные пусть будут допустим такими чтобы они у нас были немножко разными вот так хорошо отлично опять же я закрываю второй экран пока он мне не нужен и смотрю что у меня получается пока выглядит очень очень хорошо с елками я также разобрался пока вставляю мне все нравится если мне нужно что-нибудь добавить я уже буду конце это объекты добавлять прошу елки мы сделали дальше что у нас идет у нас идут облака включаем наши облака и смотрим давайте если я отключу overlay чтобы было получше видно это вот этот вот значок в принципе наверное сколько мне получается 3 облака принципе 3 облака мне сюда достаточно я не думаю что нужно будет больше да я думаю 3 облака я тут оставлю больше не буду добавлять если вы хотите вы можете добавить больше прошу мы это сделали давайте сохранимся control s